Привет любителям лора, с вами Дота Юниверс. В этот, казалось бы, обычный день я хочу презентовать вам, дорогие зрители, новую объединённую линейку под названием Локации Мира Дота 2. Если вы постоянный зритель данного канала, то вы наверняка смотрели рубрику Локаций, которая до сих пор была разделена на обособленные части, но я прочёл ваш фидбэк и предусмотрительно подошёл к видео. Если в прошлые разы мы говорили лишь про одну локацию, то в новой линейке мы будем обозревать сразу несколько. Это была отличная инициатива, ведь предыдущие шли по времени 6-7 минут, а теперь после объединения все 10 и 12. Что ж, остаётся выразить респект активным зрителям. Я всегда прислушиваюсь к вашему мнению, поэтому продолжайте оставлять ваши пожелания. Итак, что же в целом из себя представляет новая линейка под названием Локации? Как вытекает из названия, мы будем говорить про интересные места во вселенной Дота 2. Например, какие события происходили в Серебристых лесах? Какая преступная группировка нападала на мирных жителей Драконьей Крепости? Или для чего Марс многие века отправлялся вновь воевать против сил Континиума, Вайт Холл и Шарингдар? Для большинства зрителей все вышесказанные локации неизвестны, и как раз таки эта линейка была создана лишь для одной цели – увеличить знания про вселенную Дота 2. Я рад нашей новой встрече, садимся поудобнее и отправляемся в первую локацию, кровавый Ашкавор. Народ, Дэнта осталось не так много времени, и по такому поводу на Тест и Дроп появились новые кейсы и сладенькие челленджи. Выполняйте их, получайте призы и врывайтесь в топ, чтобы получить шанс выиграть Курьера за 100 тысяч. Ну и конечно, не забывайте промокод на халявный сундук боевого пропуска и плюс 15% к пополнению баланса. Тест и Дроп. Стань победителем уже сегодня. Ошкавор – это родное поселение Гриммстроука, где он родился и впоследствии вырос до нынешних лет. Вам наверняка доводилось слышать про некую связь с островом Масок, но сегодня хочу сфокусировать ваше внимание именно на этом небольшом городке. Как вы знаете, разработчики не удосужились нарисовать карту вселенной Дота 2, но исходя из намеков и описаний, мы точно знаем, что Ошкавор и конечно же сам Гриммстроук относятся к японской культуре. Мы видим на нашем герое традиционную японскую одежду – это Хакама и Хаори. Но самое прекрасное из официального релиза Гриммстроука – это, конечно, его тизер, который демонстрирует его родину в кровавых красках. И по нему мы можем представить себе местного жителя Ошкавора. Давайте переходить к событиям, которые там разворачивались. Несколько лет назад для Ошкаворцев пришел Судный День, где по традиции они должны выбрать себе нового Стража Поселения. Казалось бы, ничего удивительного, обычная процедура, но выбор был сделан в пользу некого молодого парня. И это была критическая ошибка. Право стать новым Стражем получил Гриммстроук. Почти все жители Ошкавора пришли к храму, желая узреть вознесение своего нового защитника. Желая быть рядом с ним, они пришли ради того, чтобы их душа связалась воедино с Гриммстроуком. В ходе стандартного ритуала кисть в последний раз коснулась руного камня. И, наконец, связь с новым Вознесенным зародилась. Каждый, даже тот, кто остался дома, ощутил, что свершилось нечто ужасное. Капли, что должны были приумножить магические силы чернил, вместо этого отравили жителей. И сила заклинания грозила поглотить самого Стража. Страж вобрал в себя силы и созданные связи, оттесняя поток Черной Скверны. Он слышал плач своего народа. Многие пытались бежать, но чернилы продолжали высасывать жизнь ашкаворцев. Когда последняя капля чернил покинула тело Стража, его глазам предстал совсем другой мир. Жителей, что он знал, больше не было. Все до последней души обратились в кошмарные тени бесплоти и крови. Таким образом, Гриммстрок получил ту самую желанную силу, нарушив Священный Завет о чистоте Чернил. Никто из жителей Ашкавора понятия не имел, что молодой Страж следовал лишь своим корыстным целям. В детстве, когда юнец обучался, он множество раз спрашивал и интересовался у своих наставников о силах, которые дарует титул Стража. Никто из учителей не придал этим вопросам особого значения. По своей сути, губительная сила Чернил, который Вознесенный вычерпал из своего павшего народа, приравнивается к силе Туману Аверна, которую черпает Абадон. Гриммстрок нисколько не отпечален смертью своего народа. Лишь память о Яове, что была ему ближе всех, вызывает некий отголосок тоски. В Ашкаворе, когда жители выбирают нового Стража, он именуется немного иначе. Они традиционно называют его Вознесенным. Вознесенные – это избранные сыны Ашкавора, чьи души связаны с душами тех, кого они должны защищать. И поэтому они наделены невероятной силой. Но у Гриммстрока и в мыслях не было, чтобы оберегать жизни Ашкаворцев. Страживая в эти линии, которые когда-то так любимые для меня. Я чувствовал сражение? Это был мой взрослый, Оракол. Что бы я становился из нее? Из нас? Если бы я взял другой путь? У вас наверняка возник вопрос. Если жители Ашкавор выбирают нового Вознесенного, то что происходит с предыдущим Вознесенным? Я не последний из моих людей. Они живы. И это ключевая реплика. Прошлые стражи пытаются объединиться, дабы свернуть Гриммстрока, который аннигилировал добрых жителей Ашкавора. И на данный момент времени они копят силу. Не исключено, что однажды мы сможем узреть своими глазами других Вознесенных. Но пока рано об этом говорить. Ведь, как подсказывает Лор, последний ритуал нанес огромный ущерб по ним. После того, как Гриммстрок вобрал все силы жителей, он покинул родное поселение. Но однажды вернулся с одной важной целью. Пока он странствовал по миру, он разузнал, что в древнем храме Ашкавора по сей день находится первородная кисть. Эта кисть наполнена магией самых древних и почтенных пяти семейств. Она была скована еще на заре становления города, еще до пришествия Вознесенных. Как вам локация Ашкавор? С прописанным лором всегда приятно работать. И если бы я делал по старому формату, то мы бы уже начали закругляться. Но только не сегодня. Переходим к ледяным пустошам Айсрака. Айсрак – это ледяные земли на севере мира Доты. Также они известны под названием «Ледяные пустоши». Сама локация по себе обширна, ведь непонятно, где заканчивается один снег и начинается другой. Но принято считать, что Айсрак находится к югу от барьера и граничит с северным и кипящим морями. Ледник Голубой Сердца также находится на территории Айсрака, а чуть восточнее находится очаг Ньорда. Когда-нибудь я сам, наверное, нарисую карту Доты. Северные жители обычно называют Айсрак «Ледяные пустоши», а вот жители чуть южнее называют «Ледяная погибель». И если вдруг вы захотите там побывать, то оденьтесь по погоде, ведь можно не успеть оценить местные красоты и умереть в бесконечном снегу. Чтобы полноценно раскрыть локацию Айсрак, я хочу вам поведать также её близлежащие окрестности. С вашего позволения, я продолжу. Племя Морозного Железа живёт на севере Ледника Голубого Сердца, то есть неподалёку от Северного моря. Они имеют богатую историю и гордых людей. Однако они не слишком известны в южной части мира Доты. Племя Морозного Железа хорошо разбирается в кузнечном деле и создаёт шлемы и броню из стали. Также они используют сапфиры Айсрака для изготовления скипетров и украшений. Частью культуры племени является производство прочной и тёплой одежды, но при этом они используют лёгкую ткань. Тускар хорошо знаком с племенем и навещает их каждую зиму. В свою очередь Морозное Железо отлично к нему относится и с каждым визитом они дарят ему новый набор доспех. Рилай также посещала это племя. И раз мы её упомянули, то давайте добавим её в эту историю. Рилай – необычный ребёнок, родившийся со способностью замораживать всё вокруг себя. Она была отправлена родителями в эти земли, где обучалась у мага льда. Снежные земли даровали ей способность призывать осколки льда и ветра из Айсрака. Маг льда – это отшельник, живший на вершине ледника Голубое Сердце. Есть некие намёки в лоре, что магом льда вполне себе может оказаться Пьерпонт, глава сапфирового совета. Если проще описывать его фракцию, это местная полиция в мире доты, которая занимается отловлей безумных волшебников, не соблюдающий правила об использовании магии. Так вот, когда Рилай начинал своё обучение у мага льда, она множество раз ошибалась и однажды разозлила волшебника. В наказание он отправил её к кипящему морю. Проведя несколько месяцев медитации, она очнулась и, произнеся «Подснежник», смогла заморозить всю грязь вокруг себя. Когда она вернулась к учителю, то обнаружила, что он ждёт её и улыбается. Маг чувствовал, что Рилай полностью освоила магическое искусство и подарил ей костюм в честь окончания учёбы. Когда Рилай узнала всё, чему маг хотел её обучить, он спустился в глубины ледника Голубого Сердца, чтобы заснуть на тысячу лет, оставив Рилай следить за Айсроком. Кристал Мейден множество раз говорила, что в леднике находятся несметные богатства. Также Великий Белый Волк когда-то жил на леднике и считался духом смерти. Его пытались убить многие охотники, но в итоге это удалось одной талантливой лучнице – Траксе. Жители Айсрака могут использовать в качестве валюты медные монеты. Ну и, конечно, эти земли богаты сафирами, от которых и произошло название фракции – Сафировый Совет. Айсрок известен своим прекрасным белым вином, которое очень ценит Пангольер. Реплика к Брумастеру. Давайте немного поговорим про животных, которые обитают в локации Айсрок. В первую очередь это арктические волки – вид северных волков, населяющие эти земли. Их часто можно встретить от Айсрака до Барьера. Они являются ночными животными. Их шкуры используются для создания теплой одежды. Однажды один арктический волчонок привязался к магическому плащу Рилай, и по сей день он сопровождает её. Арканы на кристалку – тому подтверждение. Вторые популярные животные Айсрака – это клыкастые лисицы. Это вид лис, живущих только на леднике голубого сердца. Обычно ниже ледника лисы не спускаются. Они обладают большими клыками, и их шкура также используется для создания одежды. Также к обширной локации Айсрака относится Барьер. Это ледяной мир гор и ледников, которому предшествуют замороженные тундры Айсрака на юге. Кобальт, белоснежные поля и таверна Волчья Дыра находятся недалеко от Барьера. Главный выходец из Барьера – это, конечно, Тускар. Меня называют ужасом из Барьера, снежным комом из Кобальта. Но для друзей я просто таск. У Эмира прекрасные отношения с Рилай. Об этом более подробно мы поговорим в другой раз. Помнишь, Эмир, как мы играли в снежки? Стоит также сказать, что Тускар и Кристалка однажды вместе ходили выпивать таверну Волчья Дыра. И в заключении хочется отметить очень важный момент. В лоре есть крошечные намёки, что земли Айсрака втянуты в какой-то конфликт. Но это нам ещё только предстоит выяснить. Дорогие зрители, оцените новую линейку по достоинству. Лайки и комменты будут основой для скорейшего создания второй части. Спасибо большое за внимание, ребят. И совсем скоро увидимся.